всем большой привет и добро пожаловать в новый визуальный влог хочу начать его снова с подарка от тайного санты уже прошло около недели наверное где-то но я честно говоря так и не садилась толком и не любовалась всем тем что мне пришло от той новой пряжей которая купила и посмотрю сама я покажу вам еще раз поближе всю эту красоту вот так вот подальше упаковку спушеная льпака носочка с мериносом носочка с кашемиром мои любимые деревянные спицы и новая пряжа которую купила сама уже притчет номер 3 мохер с шерстью и полиамидом явно терпение когда я уже начну взять свой свитер ну растягивают удовольствием вижу пока что джемпер из фортуны вот на таком я сейчас этапе не особо я продвинулась потому что я маша одним словом не в обиду всем машем конечно ну вот распускала я несколько раз сначала мне показалось что я вижу слишком рыхло я перевязала и оказалось слишком туго я снова распустила и вот 3 моток у меня идет и я его мучаю половину от 3 мотка я перевязываю третий раз уже девчонки все тело связали уже к рукавам хотят приступить а у меня все так и длится ну ничего я за выходные тоже планирую закончить тело и приступить к рукавам тоже наиприятнейший процесс и с этим процессом связана моя новая покупка небольшая это леска я купила две лески 80 и 60 в магазине где работа от лана кросса видите тут надпись нет просто ведь и я сразу подумала что эти лески подойдут к моим спицам от лики не деревянный набор спиц и там очень грубые лески особенно стык стык такого серебристом цвете леска черная эти лески черные и у них хороший стык он тоже черный красиво смотрится и они мне кажется более пластичный короче у них приятно взять меня две новых лески и на них я вижу свой свитерочек наверное нет не все поводу подарка от тайного санты я получила вот такие мы точки вспушенные альпаки от санты скарм 96 пушина альпака и 4 него 50 грамм 110 метров я смотрела на днях видео марины с канала мэйт пойми ринай и она как раз она рассказывала про шапки то что не будет видео с бесплатным мастер-классом на шапку и она показывала свои шапки мари на которой она проводила совместники и 1 обмолилась что она вязала некоторые из них из вот этой пряжи это ее любимая пряжа для шапок и меня тут просто чик вот так вот просто клинануло я поняла что я хочу связать именно шапку мари из этой пряжи потому что шапочка мне в принципе нравится я давно на нее смотрю написала марине она сказала что совместник только закончился и больше проводить она не планирует конечно же очень жаль придется я и ответила вязать по фотографии что я хочу связать шапочку мари из этой пряжи она тоненько относительно с отворотом широким с невысокой макушкой вот такие у меня планы это будущее шапочка как и моя санта мне прописывала вот я определилась моделью вот и носочки в первую очередь я буду вязать из мериноса с люрексом для себя любимой свяжу резинку с люрексом пяточку и мысок тело будет просто без люрекса еще пока не знаю узором не узором или просто может быть нерегулярной резинкой подумаю такие вот у меня планы наверное уберу коробочку из кадра и покажу вам кое-что еще интересненько и вы только посмотрите что у меня появилось я просто невероятным образом случайно абсолютно получила в подарок 10 моточков ангоры от швейцарского производителя шулана эти моточки по 25 грамм 112 метров это сорок первый цвет это не черный и серый что-то между антрацит наверно как-то так 41 и в составе 80 процентов анкора 20 полиамид спицы номер 4 рекомендует такая мягенькая такая приятная очень очень волосатая и у меня теперь вопрос что из нее можно связать первая мысль в котором не пришла в голову связать худи с капюшоном что-то такое объемное очень уютно здесь пишут что на размер 3840 на и стеле с длинным рукавом 250 грамм нужно вот у меня как раз 250 без рукавов 150 я думаю связать худи или кардиган удлиненный по описанию а не с опытниц опять sky карте которые в зала помните черный такой у меня был или может быть связать обыкновенный джемпер удлиненный только чтоб носить его с лосинами например сейчас же модным такие не до свитера не до платья что-то такое вот я очень счастлива я не знаю правда где взять столько времени чтобы реализовать все свои задумки все что мне хочется но эти моточки греют мою душу и я надеюсь что очень скоро будут греть и тело вот такие вот мне новости сегодня я еще собираюсь поехать снова на фабрику шахенмайер посмотреть что там из носочки продается что новенького появилась может быть что-то и прикуплю хотя особо у меня нет надобности в носочной пряжи мне еще очень много не связанного то что надо повязать то что лежит уже по несколько лет даже но посмотрим если будет что-то интересненько обязательно возьму до следующего включения сегодня пятница и у меня вечер упаковки подарков вот такой большой подарок я упаковала для проекта тайны санта тоже решила скоммунистить идею моей санта купила коробочку красивую упаковала моточки перевязала ленточка и бирочки еще тоже прикрепила и подписала что и для чего попыталась максимально красиво оформить но не знаю насколько это получилось кстати один очень интересный моточек я положила в эту вот посылку потом наверно расскажу хотелось мне для себя купить но не было в подходящем цвете и еще упаковала подарочек для мужа так вот вот эти кстати бирочки не были разные абсолютно подписал что сейчас поставлю под елку на вот это под елку пройдет а это завтра отправится уже на почту осталось распечатать только этикетку ну а я наконец-таки разделов все дела села повязать время уже 9 час я только села включила youtube буду вязать смотреть видео и кайфовать у меня сегодня прошло глобальное расхламление носочной пряжей я же все хотела куда-то ее пристроить то носки хеликсом то комбинировать топ лет и в итоге ничего я не придумала как пожертвовать на благое дело эту пряжу есть у меня одна знакомая женщина она вяжет носки для беженцев и почему бы нет она нуждается в пряже у меня тут кажется что на дне на самом деле там не знаю килограмма два наверно точно пряжи разные разные остатки еще вот такую это sky использованы ранее и лима остаток мы вот так что это все пойдет на благотворительность я достала еще свою проектную сумочку от катера не пользовалась ей с лета и наконец-то тоже разобрала то что в ней лежала и убрала тогда свой текущий процесс из перфортуны вот так что теперь у меня все классно организовано и прямо на душе легче стало друзья всем снова здравствуйте я не снимала около недели вы наверное по моему голос услышите что я заболела но сейчас уже все хорошо иду на поправку и как вы видите я даже успела ударно повязать закончить тело джемпером рукав и второй тоже уже идет к завершению сделала все убавки мне осталось вязать по прямой не успела к выходу описанию довязать это изделие сделать красивые фотографии но я надеюсь что уже сегодня это изделие отправится в стирку и завтра я смогу привести себя в порядок и сфотографироваться в нем красиво алена уже вышло описание и на него я оставлю ссылочку под этим видео так что вы тоже сможете связать себе такого пушистика из перфортуны или из травки от кантекс многие девчонки в тесте вязали именно из этой пряжи и изделие получилось очень красивое такое уютненькое пушистенькое эти пряжи очень-очень похожи не помню кто-то в виде по моему или алена даже сама говорила единственное отличие что вот эти ворсинки у перфортуны они ровные то есть они так стоят вот тут видно ровненько а у травки они как немножко кучерявые закручиваются вот это наверное все у меня ушло на второй размер ровно 6 мотков вот это вот 6 я его сейчас весь в рукав и свяжу и все и у меня там буквально такие вот намотки остались то есть очень хорошо по поводу кончиков немного мне заправлять то есть буквально 3 ушло на тело и нет чего говорю 4 мотка ушло на тело и по одному мотку на рукава вот я очень рада и мне хочется вязать уже что-то новенькое муж просит шарф в какой-то веке попросил шарф перчатки еще попросила я ему сказала у меня нет пряжи тены перчатки у него есть покупные но он хочет вязаные от меня так что надо будет что-то связать из аксессуаров себе митинг я так и не связала до сих пор наверное закончу джемпер и начну вязать что-то мелко и быстро вот такие вот новости новое подключение не заставила себя ждать я закончила джемпер он вот там вот постиран и уже сушится под батареи и взялась за новый процесс и решила немножко схитрить мне же нужны митинги но митинге у меня в принципе есть готовые из вот такой чудесный пряжи когда кашмир с мирносом 95 на 5 я решила просто связать к ним шапку чтобы у меня был комплект и эту шапку я начинала еще в сентябре я ее отложила конечно же убрала со спиц но слава богу не распустила а сейчас просто пересмотрела свои старые видео узнала на каких спицах я ее вязала сколько петель набирала как вообще там есть ней немножко мучилась и просто сейчас взяла необходимый спиц и буду ее довязывать но буду вязать уже не однослойную бине а такую как у марины с канала made by марина и буду пробовать будет у меня такой подопытный образец но я уверена что все получится все будет красиво а потом уже из пушиной альпаки подаренные мне кристина и свяжу так что это мне уже высота отворота готовая была сейчас сделаю фиксированные отворот как марина показывает и буду дальше уже немножечко вверх вязать и делать нет немножечко вверх на высоту отворота потом уже убавки между двойной отворот будет поехали и вот результат примерно полуночи шапка уже готова очень классно получилось делала убавки как в мастер-классе на последнюю шапочку марина и вот здесь у меня небольшой косяк случился я подхватила только одну нитку вместо двух немножко это видно но ничего страшного думаю что это можно исправить пойду и постираю наконец-то снимаю видео при дневном свете у меня вчерашняя шапочка сушится я хочу начать вязать новую из вот этой вот подаренной мне кристиной пряжи взяла деревянные спицы 325 самый маленький поняла что мне надо на 40 сантиметров номер три три с половиной все в принципе набор мне особо не нужен если какие-то другие номера будут нужны для вывязывания горловины для для шапочка у меня вот лежит деревянный набор лиги так что буду сейчас начинать фотографии уже готовы и мне не терпится я думаю что пряжа еще останется и может быть с нее варежки свежу или митинги что-то такое всем большой привет наконец-то я лицом в кадре и конечно же в первую очередь хочу показать свой готовый джемпер в описании алены терещенковой я его постирала высох и мне кажется он стал еще прекраснее такой такой пушистый такой классный такой мягкий была небольшая рядность мне кажется после стирки она ушла и он стал ну как еще ровнее он очень приятный мягкий такой струящийся сняла небольшое видео с примерка чтобы вы могли рассмотреть его поближе ну я просто в восторге такое классное изделие базовое мне кажется получилось во первых цвет базовый во вторых очень простая конструкция без всяких там узоров просто реглан сверху можно сочетать хоть с чем хоть джинсами хоть с брюками хоть с юбкой будет классно смотреться я уже просто в нетерпении хочу в понедельник его уже надеть на работу показать единственное я вязала вот этот рукав когда у меня была температура мне кажется он такой расслабленный весь немножечко кривой этот уже на этапе выздоровления и более плотный получился я это прям ощущаю если конечно его немножко вот так потянуть они становятся одинаковые но потом этот все равно подсаживается остается растянутым ну как есть что не сделаешь по поводу цвета мне в принципе нравится как я уже сказала базовый цвет но я бы сейчас выбрала там был такой красивый синий такой яркий яркий прям почти наверное неоновый синий цвет наверное его бы сейчас попробовала потому что это все уже действительно слишком как-то спокойно выглядит дальше что хочу вам показать хочу продемонстрировать шапочку которую я вязала по мастер-классу марины с канала made by маринай из кашемира с мариносом 95 говорила что у меня есть митинги вот они кстати сейчас их примерю и я решила убить просто всех зайцев просто довязать шапку но я показывала всю эту историю рассказывала в самом начале так вот пристает кошку все конфликт исчерпан хоть недовольный конечно вот такая вот шапуля получилось так смотрите какая она красивая у меня уже под постом инстаграм спросили разве есть у марины видео мастер-класс на шапку мари нет но есть на другую шапку и я так поняла она вяжется абсолютно одинаково только другие убавки убавки вот эти можно сделать по фото там вообще ничего сложного марина рассказывает принцип как она через сколько рядов делала убавки вот я точно так же сделала как она объясняет просто между ними пустила вот одну изнаночную петлю и давайте я ее тоже сейчас примерю не заправляла кончик где-то вот здесь сзади висит вот почему я говорила что вместо этого цвета синий бы так вот ярко смотрится классная макушка вообще не знаю в чем секрет этой шапки но она действительно смотрится как фабричная и очень такая модная ну все у меня теперь есть комплект к моей черной куртке мне кажется очень красиво это все подходит осталось только что-то на шею придумать на крайнем случае какой-нибудь свой бутылку просто повяжу красота шапочка тоже преобразилась после стирки прям когда я ее опустила в воду она сразу так распухла и стала такая мягенькая вообще класс очень нравится все снимаю я кстати обалдела от скорости с которой я довязала эту шапку я уже забыла что можно так быстро получать какие-то изделия и вдохновившись я решила начать вторую шапочку уже я вам показывала в предыдущем отрывке из вспышенной альпаки и вот я закончила один моток мне нужно присоединять второй я еще не до конца связала но тоже довольно таки приличный прогресс уже делаю убавки эта шапка по сравнению с предыдущей конечно совершенно по-другому смотрится она очень объемная она очень теплая и вот это вот вспышенная альпака она даже греет руки во время вязания могу тоже примерить просто по цвету посмотреть как вы мне уже скажете идет не идет сто процентов по сравнению с тем насыщенным синим вот этот нежный голубой немножко мне кажется после стирки вот этот объем идет она немножечко уляжется будет более такая плоская сейчас она прям действительно видите какой творится такая довольно таки объемная в общем делаю убавки немного осталось но мне еще кажется что после стирки пряжа вытянется и макушка будет более стоячая надо было раньше немножко убавки начинать может быть даже стоит распустить пока не поздно вот вяжу эту шапулю радуюсь думаю куда мне столько шапок но ничего страшного разнообразие это тоже хорошо тут ну тут руку буду носить она очень уютная такая мягенькая и пряжа останется я хочу связать варежки на холода вот у нас сейчас стоят прям можно сказать морозы минус 10 бывало днем и в варежках мне кажется было бы очень клево их тела надевать такие вот и все мои новости на сегодня у меня есть планы начать новое пищевое изделие кто смотрел мое предыдущие видео то знает какое и наверное я сегодня уже начну попробую разберусь с инструкцией и отвяжу наверное резинку может немножечко тела тоже еще у меня есть задание от мужа но об этом расскажу попозже что за пряжу я планирую купить и что конкретно ему вязать это будет уже в следующем влоге пока спасибо что посмотрели это видео встретимся с вами в следующих роликах всем пока пока